Жители Советско-Гаванского района выступают против строительства угольного терминала возле населенного пункта. По их словам, перед началом работ предполагалось провести публичное слушание. Однако на участке уже начали вырубать деревья. Люди записали официальное обращение к краевым властям. Репортаж Ирины Забродиной. Мыс веселый. Трактора пошли. Все, нет леса. И нет веселого. О, там еще, и оказывается, там еще дальше кто-то пилит. Мыс веселый. Это видео записали жители Советско-Гаванского района. Компания Порт Дальний планирует построить недалеко от поселка Завета Ильича угольный терминал. По словам жителей, в этом случае будет полностью перекрыт выход к бухте. Население лишится единственной зоны отдыха. Нарушится и уникальный природный ландшафт. Раньше этот участок принадлежал военным. Здесь было лесничество. Сейчас рабочие вырубают вековые ели и сосны. 26 июля 2020 года здесь был в Рио губернатор Хабаровского края Михаил Владимирович Дегтярев, который пообещал нам разобраться с документами на право ведения здесь строительных работ. Сразу после отъезда в Рио Михаила Дегтярева пилить продолжили. Глава Советско-Гаванского района Юрий Бухряков не отрицает. Работы ведутся, но не строительные, а изыскательные. Ведут строительно-монтажные работы по подготовке территории для проведения изыскания. Это в рамках тех конференций, которые предоставлены резиденту свободного порта Владивостока. Они работают там как резиденты с 15 июня. Как пояснили в Министерстве природных ресурсов Хабаровского края, деятельность данного предприятия контролирует Федеральное ведомство Росприроднодзора. Но поскольку участок находится на территории края, вопрос строительства порта изучают. В настоящий момент на этот проект положительного заключения экологической экспертизы нет. То есть в принципе строится там, не имеет права пока никто. В связи с этим как раз Росприроднодзором проводится проверка в настоящий момент. Насколько мы проинформированы, уже выявлен ряд нарушений. И надзорный орган будет в рамках своей компетенции принимать соответствующие меры. Краевой комитет по охране окружающей среды выразил также готовность выделить своих специалистов для экспертной помощи жителям района.